Пообщаться со спецназовцами и ознакомиться с боевым оружием росгвардейцев смогли дагестанские школьники. В Каспийске прошел третий ежегодный фестиваль «Безопасный город». Все подробности мероприятия в сюжете Зумруд Гамидовой. Здесь, на базе Каспийского ОМОНа, развернули показательную военную операцию. Сотрудники Росгвардии окружили преступников, которые скрывались в жилом доме. Подкрепление приезжает буквально через минуту. Бойцы СОБР здания берут штурмом. Город безопасности. Сегодня они задержали не настоящих преступников, а выстрелы и взрывы – всего лишь работа пиротехников. Такие эпизоды нередко бывают и в реальной жизни, но это не пугает тех, кто решил служить и охранять закон. Меня больше всего увлекает в этом защита моей родины, защита моей страны, потому что это в первую очередь меня очень сильно привлекает. Программа фестиваля была обширной, украсила праздники и музыкальное сопровождение в исполнении военного оркестра. Особой популярностью у посетителей пользовалась выставка беспилотников. Специально для детей в воздух подняли мини-вертолет, сделанный инженерами отряда. А еще каждый желающий смог почувствовать себя немного росгвардейцем и даже подержать в руках боевое оружие. Даже девочкам было интересно пощелкать затвор автомата или подержать в руках настоящую боевую гранату. Мне, честно сказать, оружие понравилось, чем слема, вот такие маски. Оружие интереснее. Да, а что, ну, вот эти гранаты, они тоже. Кульминацией фестиваля стали выступления сотрудников СОБР, которые показали навыки владения приемами рукопашного боя. Дети увлеченно общались с главным помощником саперов, немецкой овчаркой Дори. Кинологи познакомили ребят с четвероногими помощниками. Такие мероприятия, по мнению организаторов, прекрасная возможность подробно ознакомиться с историей и современностью войск правопорядка. А главное, дети будут понимать, насколько опасно неправильное использование оружия. В рамках этих мероприятий мы осветили работу подразделений специального назначения, также ОМОНов в республике. Показательные выступления провели. Кроме того, медицинские службы наших подразделений показали наглядно нашим детям, как вести себя при оказании первой медицинской помощи. Выставка тоже была проведена, показана детям оружие. Сейчас мы опять-таки детям доведем данные моменты, чтобы они понимали, что оружие является средством первоочередной опасности. И очень осторожно и аккуратно с ним обращаться. Фестиваль «Безопасный город» проводится уже в третий раз. С каждым годом его география расширяется. Он стал доброй традицией не только у нас в республике, но и по всей стране. Замрут Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск.